20 июля 2019 года свой очередной уже 71-й бой проведет легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо. Причем в этот раз 40-летнему чемпиону будет противостоять молодой, непобежденный топ-полусреднего веса 30-летний Кит Турман, который также является чемпионом. Правда бой объединительным по сути не является, так как бойцы обладают поясами по версии WBA. Вот она наглядно политика ряда чемпионских организаций по размножению поясов. Но тем не менее бой нас ждет интереснейший, с хорошей интригой, когда на данный момент даже явного фаворита назвать довольно сложно. И к такому бою мы совместно с фирмой Бойко Спорт решили организовать очередной конкурс прогнозов с отличным призом. Ведь так смотреть бой еще интереснее. Бойко Спорт это как отдельное оборудование и экипировка, так и возможность обустройства вашего зала для единоборств под ключ. Компания имеет собственное производство и опытный коллектив, благодаря чему уже несколько десятилетий поставляет свою продукцию во множество стран. Если заинтересовала продукция Бойко Спорт, ссылки на их сайты и социальные сети вы найдете в описании под видео. В общем, знаете, у меня нет сомнений, что поединок нас ожидает интереснейший. Конечно, к нему не приковано какое-то сверхвнимание, ну потому что и Пакьяо вроде как уже постарел, и Турман из-за своего простоя уже, ну, не топ полусреднего веса. Точнее, топ я имею ввиду не на первом месте, потому что те же самые Кроуфорд и Спенс вырвались уже вперед. Но, вот если бы нынешний Пакьяо вышел против Кроуфорда и Спенса, ну, тут интриги, на мой взгляд, особой бы уже не было. Те значительно больше, при том, что моложе и в таланте особо не уступают. А вот нынешнее состояние Турмана, когда после перерыва он, ну, не так уверенно смотрелся в своем поединке-возвращении, а Пакьяо в своих поединках последних был весьма и весьма неплох и побеждал куда более молодых соперников. Ну, благодаря всему этому в поединке интрига вроде как достаточно большая. Вот и у букмекеров фаворита однозначного нет. Коэффициенты все время были примерно равные. Там, получается, сначала Турман был небольшим фаворитом, 1.80 на него. Потом, видимо, стали ставить на Пакьяо. И сейчас фаворит уже Пакьяо. На него как раз коэффициент где-то 1.71.80, когда как на Кита Турмана где-то 2.10-2.20. В чем я лично уверен и в чем мой прогноз? Во-первых, несмотря на заявление обоих боксеров, что они хотят победить нокаутом, ну, скорее всего, нокаута мы не увидим, потому что оба неплохо держат, оба неплохи, ну, достаточно хороши в защите. Как итог, думаю, кто-то победит по очкам. Кто и за счет чего. Пакьяо, я уже много раз говорил в прогнозах на его поединке, что он достаточно однообразен. Он хорош в своей защите, но он наскочил, выбросил быструю многоударную комбинацию, на ногах отскакал назад. По сути дела, ну, плюс-минус все. Турман в этом плане куда более разнообразен. Он отлично двигается на ногах. Он обладает куда более четким и классным джебом при более длинных руках. Он отлично защищается корпусом и имеет отличную реакцию. Плюс, я как сказал, он покрупнее и помоложе. Исходя из всего этого, и учитывая, что Турман на данный момент небольшой аутсайдер у букмекеров, я бы поставил именно на Турмана, на коэффициент. Ну, можно и просто на его победу, но, учитывая, что я сказал, я уверен в том, что кто-то победит по очкам. Турман, коэффициент на победу Турмана по очкам 2.80, то есть еще более интересно. То есть поставил бы я на это, хотя именно по моим симпатиям и по моему вкусу болеть я буду за Пакьява, потому что легендарный ветеран всегда мне был симпатичен. Поэтому вот так. В общем, порассуждать есть о чем. Прогноз на этот бой совсем неоднозначный. И как раз таким поединком я стараюсь устроить конкурс прогнозов. И благодаря компании Бойко Спорт, за что им огромное спасибо, мы имеем конкурс прогнозов с отличным призом. Что за приз? Это Макевара. Очень качественная, кожаная, дорогущая. Ссылку на нее я оставлю прямо в начале описания под видео. То есть проходите, посмотрите, увидите, что действительно достойный приз. За него стоит побороться. Я не поддерживаю конкурсы, когда просто, знаете, оставьте любой комментарий, подпишитесь, а я там рандомом как-то определю, кто победил. Нет, конечно же, нужно оставить подробный комментарий, кто, как и почему победит. Примерный такой комментарий. Ну, можете ориентироваться на мой. Это будет самый первый закрепленный комментарий. Потом нужно будет оставить все-таки комментарий. Если вы не хотите получить приз, можете оставлять комментарий в видео, под видео на Ютубе. Но если вы хотите участвовать в конкурсе, а участвуют у нас Россия, Казахстан, Беларусь, братья из Украины без обид, просто посылку проще отправить на Луну, чем к вам. Так никаких, как бы, иных причин вашего неучастия нет. Нужно оставить комментарий все-таки под постом ВКонтакте. Ссылку я на него оставлю. Сделать перепост этого поста. Ну, и посетить соцсети Бойко Спорт. Потому что, ну, для них главный резон – это их узнаваемость, реклама и так далее. То есть, вот такие вот несложные условия за офигенный приз. Надеюсь увидеть большое количество классных, интересных и в итоге точных прогнозов. Не забудьте поставить лайки, подписаться. Дмитрий Моисеев специально для боксинбетс блога. Побед вам в ринге и в жизни. До новых встреч. Пока.